Привет, друзья! Сегодня мы будем тренировать руки в рамках нашего тренажерного зала дома. И для этого наш верный помощник – тренировочная резина или гантели, которые, возможно, есть у вас дома. С руками все очень просто. Давайте мы тренируем именно бицепс, двухглавую мышцу плеча, отвечающую за сгибание руки в локтевом суставе. Итак, первым упражнением мы будем выполнять сгибание рук. Можно делать его поочередно, можно делать движение параллельно. И номером один мы будем выполнять сгибание в супинированном положении. Друзья мои, супинированное, значит, развернутое максимально сильно наружу. Обратите внимание, когда я поворачиваю руку, более ярким становится пик бицепса, ну или шарик, можете назвать его, да? Именно для того, чтобы проработать его максимально сильно, мы будем разворачивать ладонь к себе во время сгибаний рук. Выполняем мы по 10-12 повторений на каждую руку, если будем делать поочередно, то есть мы будем считать мы суммарно до 24, либо делаем мы 12 раз параллельно на выдохе, разворачивая ладонь к себе, супинируя их. Если нам легко, напоминаю, что мы просто перехватываемся вдоль резины, и нагрузка возрастает, причем возрастает кратно тому, как мы укорачиваем резину, увеличиваем сопротивление. Вторым упражнением будем делать молотковые сгибания. Чем принципиальное отличие от первого варианта? В том, что когда мы супинируем руку, мы тренируем именно двухглавую мышцу – плеча, бицепс и шарик. Но есть еще одна мышца, которая в значительной степени придает вашим рукам объем. Называется эта мышца плечевая или брахиалис. Его не видно, потому что пролегает он там внутри, под бицепсом, но когда увеличивается брахиалис, он выталкивает ваш бицепс наружу. Поэтому обязательно нужно уделять внимание этой мышце. Точно так же мы берем нашу резину, ее фиксируем и выполняем сгибание словно. Держим молотки. Лучше выполнять движение не вот таким образом, параллельно перед собой, а немножечко заводить внутрь груди. Это даст более хорошую нагрузку. Также можете выполнять вариант, когда ваши костяшки будут повернуты кверху. И выполнять движение таким вот образом. Это еще дополнительно даст нагрузку вам на лучевую мышцу. Она пролегается вот здесь вот. И кому хочется именно на предплечье дать дополнительную нагрузку, увеличить объем, для вас очень будет интересен вариант, краски, со сгибаниями вот таким вот образом. Каждое движение мы можем выполнить по три подхода с диапазоном 12-16 повторений. Все то же самое мы можем проделать с гантелями, если они есть у вас дома. Это те же самые поочередные сгибания. Сгибания параллельные. Сгибания молотковые. И сгибания рук обратным хватом. Естественно, я показал вам самые базовые, эффективные и простые выполнения упражнения. Ничто вам не запрещает выполнять любые движения, которые есть в ассортименте у современного культуриста или человека, который любит фитнес. К примеру, вы можете вспомнить фотографии с Арнольдом Форсенеггером, известной, где он делал, к примеру, таким вот образом движения. Но, как видите, если я разогнусь и встану в это положение, то принципиального отличия практически не будет. Поэтому я вам рекомендую начать с базовых, простых и понятных движений. И уже со временем, с вашим прогрессом, с появлением опыта и навыка моторики движений, вы сможете их усложнять. Найдите в интернете новые движения. Можете на канале пролистать ниже и найти расширенные, большие тренировки из зала, где мы тренируемся с профессионалами и делимся с вами знаниями. Если вам понравилось видео, поставьте палец вверх, поделитесь с друзьями и оставьте комментарий. Я желаю вам крепкого здоровья. До скорой встречи.